Всем добра! Ну вот мы и дождались. Сегодня стартует уже третий черный рынок, где можно урвать вполне неплохие танки в свой ангар. У меня уже очень много машин есть, но коллекция далеко не полная, так что я с нетерпением жду, что же привезет лысый мужик на этот раз. На прошлых распродажах я себе урвал имбовую британскую арту Сэкслон и Джедая, на котором так легко брать Колобановых и вообще отдыхать душой и телом. Первый черный рынок был очень хорош, было много лотов, за которые реально можно было побороться. И что самое привлекательное, лоты продаются за голду или за серебро, то есть шанс есть у всех, кто готовился к этой распродаже. Второе РСВГ довольно сильно облажались и выкатили на черный рынок такой шлак, что многие лоты были даже не распроданы целиком, хотя количество всегда очень ограниченное. Надеюсь разработчики сделали выводы из прошлого черного рынка и такого количества фэйлов, как в прошлом году, не будет. Что же нас ждет на этот раз? Точно известно, что будет китайский ВЗ-111 Килин. Полный аналог прокачиваемого ВЗ-111-5А, только в красивом камуфляже. По сути, нам предлагают купить 3D стиль за 22,5 тысячи голды. Как по мне, так это за шквар полный. Но наверняка любители найдутся. Там ведь так красиво вылетает огонь из пушки. Шняга, короче. Еще народ ждет бабаху британскую. ФВ-215Б-183. Но у меня она есть еще с тех времен, когда была в ветке прокачки. Я же жду колесника. На аккаунте есть 67 тысяч голды и 56 лямов серебра. Думаю, должно хватить. Главное успеть. Если это будет не аукцион. Еще мне очень понравился стиль на Еписе. Прям шикарная шкурка. Очень выдержанный и брутальный. Его я точно хочу на свой танк. Матовая краска и блестящий ворон по всему борту. На обратной стороне надпись. Никаких правил. Главное правило черного рынка. Сзади целая батарея выхлопных труб. Смущает только зеркала заднего вида. Кто и что сможет в них рассмотреть, непонятно. Будем считать, что они в походном режиме. Кстати, учтя тормоза и лаги, которые сопровождают черный рынок. Когда все желающие сидят и сосут лапу, рассматривая колесо загрузки. А самые везучие в это время расхватывают товар. ВГ сделали, на мой взгляд, шикарную вещь. Теперь, старт продаж начинается через 5 минут после открытия нового лота. Если это не аукцион. То есть, шанс погрузиться и успеть приготовить свои деньги, очень сильно повышается. Потому что и в первый черный рынок, и во второй многие успевали увидеть только надпись, что весь товар продан. Для быстрого перехода к лотам, в ВГ в ангар подогнали черную тачку. Чтобы можно было в один клик попасть в магазин, а не ждать кучи загрузок, кликая по меню. Водила открыла дверь и ждет. Иногда даже фарами мигает, поторапливает. Только машину мог бы помыть. Ну как на такой засранной тачке ехать тратить кучу бабла? Вот же речка рядом. Да и ворона можно было шугануть. Этот малополигональный уродец всю краску на капоте поцарапает своим клювом. Ну вот вроде и все. Ждем 7 вечера, когда откроется первый лот. А пока пишите, жмите чего-нибудь и всем добра. Субтитры сделал DimaTorzok